всем привет привет я вообще за вами так соскучилась девчонки сто лет уже не вела здесь вконтакте эфиры очень круто что мы сегодня с вами и у нас вообще просто огненная бомбическая тема мы сегодня будем лепить напишите мне пожалуйста как слышно как видно а я пока представлюсь привет привет меня зовут анна грешенкова кто мне не знает я спикер и эксперт эми и сейчас еще одна из основательниц клуба эми арт у меня сегодня такие не очень необычные ногти наверное кому-то сейчас будут вопросы что это такое вообще за выгрызанная форма но там мы творим и вытворяем что хотим у нас там нету никаких границ и ограничений поэтому сразу скажу что ногти сегодня на мне крайне необычной формы вот и они конечно же фантазийные и мы сегодня тоже с вами сделаем необычные ногти у нас заявлено что мы сегодня лепим фрукты да действительно мы их полепим и необычные они тем что может быть не во первых не все лепят во вторых возможно не каждый думает что это востребовано но на самом деле когда знаете все эти маленькие такие милашества они очень девочкам нравится и когда вы ну когда вот идешь куда-нибудь если у тебя что-нибудь такое слеплено на логоточках маленькая миленькая клевенькая такой прям то сразу их хватают и это отличная возможность завести новые контакты и обменяться до рассказать что вы мастер маникюра что вы сами это делали и конечно же чтобы вам предложить это клиентам вам нужно сначала сделать это на своей руке обязательно добрый вечер девчонки классно что все присоединяетесь так ну что давайте переворачиваться на стол и посмотрим что же что же что же мы сегодня с вами будем лепить такого объемного интересного ой девочки знаете что забыла сделать забыл сделать очень нужную штуку сейчас будет вам темно извините но это необходимо чтобы вы потом красиво все хорошо увидели забыла протереть экран пока устанавливал на штатив заляпал его руками и сейчас вижу что картинка такая немножко мутноватая поэтому лучше я сейчас вот так это сделаю чем потом будет эфир вообще полумутный непонятный так раздвинем немножко нашу территорию для действия для творчества сегодня будем использовать вот такие шармиконы надписи я думаю что нам очень классно зайдут сегодня такие летние надписи всячески и вообще смотрите вот то что я сегодня буду делать конечно это может быть нестандартно и явно это не должно быть перегружено по дизайну то есть если вы делаете под такую лепку фон он должен быть максимально такой спокойный вот этот типс у меня уже готовы есть он с втиркой градиент с втиркой поэтому мы для одного фруктика возьмем вот такой вот градиент с втиркой можно делать однотонный не обязательно прям вот с градиентом просто у меня уже есть готовый поэтому я решила что почему бы и да а почему бы и сделать его вот как раз под этот дизайн и 2 будет у нас просто белый вот как раз найти однотонные просто белые фоны они сюда вообще идеально вписываются и классно смотрится и как дополнение вот знаете больше чем какая-то вот надпись лаконичная я думаю не делать здесь потому потому что будет достаточно активным наш элемент да и соответственно если мы еще будем сюда пихать всяких 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 много прорисовок то уже будет явный перегруз на соседних ногтях также можно делать что-то такое очень лаконичная вдогонку к этому дизайну так давайте сейчас пока что мы промажем тегласом чтобы закрепить шермикон потому что фон я заранее сделала покажите ваши ногти вот я знала я знала и вначале кто не показал меня очень странные ногти сегодня девочки это не сломанные ногти это ногти выпиленные вот так фантазийная такая форма они недоделанные не на полпути они все еще будут переделываться а это она мы проходили в клубе эффект камни камни и минералов это будет мастер-класс у девчонок я готовилась и сейчас готовлю новый мастер-класс поэтому на перепутье пока ногти спилена форма сделана другая но еще дизайн сделать так что нам нужно для лепки для лепки нам нужен будет клинер я его вот так вот прямо напрыскаю сейчас себе в стаканчик маленький да можно использовать вот такой стаканчик любой это такие знаете домашние лайфхаки поэтому это не так гламурно все и красиво но очень хорошо поможет чем будем лепить лепить будем гелем для лепки пластилин это белый белый пластилинчик вот он такой прекрасный замечательный им будем лепить и также еще буду я окригель глаз использовать прозрачный окригель тоже он пригодится так здесь что делаем сюда давайте тоже прикрепим шермикон сразу же и перекроем самое удачное расположение девчонки будет у вас посередине поэтому мы оба элемента которые будем лепить будем располагать посерединке и когда вы посередине основной элемент располагаете вам дополнительные элементы нужно расположить сейчас посмотрю вам дополнительные элементы такие как надписи можно располагать где угодно рядышком то есть это либо вот тут вот сбоку дает смотрим вот на эту вот надпись ушку вот этот с краешку либо можно посерединке либо чуть-чуть сместить в бог либо опять же сбоку и так и так можно можно сверху присоединить либо по центру можно также сместить в бог здесь когда у вас в центре располагается элемент конечно же вам дополнительный элемент по центру не надо располагать вам нужно его прикрепить куда-нибудь вот в какой-то из частей по окружности так здесь давайте сделаем чем тут сделаем давайте вот так вот сделаем вот раз у нас сбоку располагается до явно это должно быть что-то такое более длинненькая более длинненькая все сам артами прекрасно и здесь я перекрою тоже т-классом чтобы мне уже все закрепить и лепить только сверху сушим так здесь я также перекрыла т-классом здесь побольше надпись сделаю вот такую расположу ее снизу ой подождите еще маску забыла включить ведь все так аккуратно открепляем потому что шерми кончики у нас на очень и очень тоненьком силиконе прямо то не самое тончайше что можно только было сделать девочки если еще тоньше сделать мне кажется уже не открепишь поэтому аккуратненько прямо открепляем и на ты куз прикрепили там у нас будет на глянце потому что у нас там втиркой нету я думаю что желание втирку делать матовый а вот здесь хочу сделать на вельвет топ геля на матовом чтобы у меня была матовая поверхность все остальное будет глянцевая и будет красиво сочетаться если фон будет матовый а лепка будет глянцевая слушаем так какой кисточкой буду лепить на самом деле девчат очень много кистей которым вы можете лепить это могут быть и силиконовый да и силиконовые кисточки это могут быть так вот силикон например я тоже сегодня буду использовать такая например силиконовая тоже супер древняя но нормально это же я люблю лепить кисточкой вот такой вот можете сделать скриншот это красный соболь натуральная кисть она хорошо устойчиво к клинеру потому что нам постоянно при лепке надо макать в клинер раньше когда был акрил мы макали в ликвид или в мономер это такая была жидкость очень сильно пахло поэтому очень ну как бы тяжело некоторые воспринимали акрил и клиенты которые например гелевый клиент как акрила вообще не привыкли они вообще просто на этот запах с ума сходили у меня а когда появился как раз акрил гель и можно теперь обходиться просто обычным клинером все стало намного приятнее пахнуть и намного приятнее стало работать и конечно же еще большой плюс акригели и гели пластилин что они не сохнут на воздухе долго если конечно на ночь оставить на воздухе он может заполимеризоваться особенно если вы на окошечке оставили но вообще он не сохнет на воздухе поэтому вы можете подправлять сколько вашей душе угодно в акриле это буквально полминуты и все у тебя камушек застыл и так что мы будем делать здесь мы с вами сначала сделаем подмалевок сейчас сделаем подмалевок для подмалевка мы возьмем так что нужно оранжевая хотела взять коллекция мой импульс оранжевый но именно оранжевый с коллекцией на импульс почему-то меня куда-то сбежал возьмем оранжевый возьмем оранжевый витраж и еще я думаю что смешаем вам с желтеньким потому что все равно нам сегодня нужно будет и оранжевый и желтый сразу выложим витражек можно еще взять коричневый витражек то здесь нам нужно будет потом разукрасить как в разукрашки можно взять коричневый поэтому я сейчас просто выкладываю знаете как художник на палитру так а как раз вот зелененький мы наверное возьмем зелененький да как раз возьмем из коллекции мой импульс такой веселенький и еще возьмем такой вот неоновый розовый потому что в нем классный неоновый пигмент и нам он даст такой яркий яркий оранжевый как раз на вот такой как мне нужен сочники так здесь мы будем с вами лепить апельсинчик апельсинчик поэтому сначала мы сделаем брызги примерно можно наметить где будет эта долька апельсина лежать у вас кисточкой намечаем таками будет апельсиновая долька я сегодня знаете не буду какой-то же скач прямо лепить чтобы он был супер выпуклый все будет такое достаточно носибельное и от этой апельсинки у нас пойдет сок все делаю также кисточкой красного соболя не очень тоненький кончик и ей можно и лепить и рисовать вообще и очень люблю классная кисточка как раз знаете это кисточка из разряда почувствую себя художником потому что я и акварелью рисую бывает только промыть очень хорошо и надо от материала все эти мы капельки такие создаем дрожал очки нам нужный эффект как будто у нас разбрызгался сок как будто у нас в разные стороны разлетелись брызги все сушим так а на 2 я буду лепить папайю на 2 буду лепить папайю и сразу же в принципе можно начинать это делать я открываю ли пластилин мы и будем лепить из белого пластилина и нужно чем-то поддеть пластилинчик у меня вот есть такой инструмент это не маникюрный инструмент но я очень сильно люблю и уважаю как раз вот в плане акригели если мне нужно достать что-то перемешать что-то это такой знаете как скальпель что ли но это на самом деле тупой скальпель конечно кожу там и мне порежешь вот но все равно он имеет вот такой вот заточенную одну сторону и я люблю ему вот вскрывать что-нибудь иногда им вскрываю баночки иногда поддеваю крышечки короче такой знаете инструмент мини ножичек для мастера маникюра для дух очень доброго мастера маникюра и так берем вынимаем пластилин можно конечно скатать в пальчиках но я предпочитаю сразу прямо вот шмякнуть на поверхность и если там не что-то надо сформировать до какой-нибудь кружок овал то я люблю сразу формировать на ногти без скатывания но вы можете например если вы только начинаете то вы можете скатать сначала шарик в руках я просто не очень большой сторонник чего-то катать в руках особенно гелевая нож липкая во первых во вторых мало ли у кого как кожа реагирует на это все вот нам нужно после того как мы шмякнули это все на поверхность нам нужно сформировать вот такую продолговатую штучку обязательно постоянно промывайте кисточку особенно если вы чувствуете что у вас материал уже не разжимается а липнет кисточки значит точно пора ее уже смочить подчищайте пространство прямо влажной кисточкой подчищайте пространство вокруг потому что вы будете его пачкать материалом чтобы у вас все было чистенько и давайте мы не так вот по тупому расположим прямо вот так да а немножко по диагональке здесь очень важно не тыкать кончиком вот видите я все делаю по ворсу если я что-то выглаживаю я выглаживаю по ворсу если я нажимаю я нажимаю по ворсу да то есть не вот так у тыкаю а ворсиком прижимаю и для гелевых мастеров а мы с вами в основном здесь гелевые мастера я думаю что очень тяжело перейти от таких мажущих движений кто-то ну к притаптывающим движениям потому что у нас в маникюре в гелевом в основном мы используем вот такие вот всякие вальяжные движения до выравнивая поверхность например блик и так далее а притаптывающие такие движения мы с вами не используем потому что нас ямки получаются на геле и вот тут как бы самый большой резонанс то есть нам нужно перейти от вот таких вот гладящих движений к притаптывающим четко с потолка в пол теперь кисточкой мы намечаем серединочку нашей папайи прямо продавливаем продавлю можно это силиконовой кисточкой делать где-то она у нас чуть-чуть вот такая вот делаем такое вот там углубление кончиком как только чувствуете что липнет материал кисточки сразу промахиваете и и вот такая вот у нас будет папайка можно в конце чуть-чуть погладить просто что поверхность была не очень рельефная тут можно видите как рельефную поверхность делать так и более гладенькую сушим а теперь на наши брызги мы будем укладывать дольку апельсина сначала мы будем делать прозрачным материалом тоже берем акригель прозрачный моим любимым инструментом поддеваем вытру белый поддеваем материал как понять вы взяли нужное количество или не нужно девчонки просто на глаз добрый день она добрый добрый просто на глаз тут надо просто попробовать пару раз пару раз ошибиться чтобы больше не ошибаться например вот больше никак опытным путем на глаз на же хороший глазомер у мастеров маникюра да мы вот на глаз много чего знаем и умеем здесь тоже я положила например дано дольку но потом опять же она у вас может быть чуть побольше чуть поменьше промокнула кисточку смахнула на салфетку излишки и теперь мы делаем такую вот дольку апельсиновую рука будет сочненькая здесь от центра можно вот так вот прям по прижимать потому что у нас прожилки в апельсинке идут от центра и они у вас зафиксируются вот такая получается апельсиночка сушим так теперь мы начинаем папайю нашу разукрашивать берем желтый витраж и как в разукрашке той же кисточкой можно просто разукрашиваем ее в желтый цвет разукрасили и в лампу а здесь я предлагаю сделать тоже белым потому что смотрите у нас вот эти вот дольки будут полупрозрачные они будут просвечивать насквозь а к емочку я предлагаю сделать тоже белым пластилинчиком я взяла капельку и сейчас его протянула так вот по краешку видите это же кисточкой все это тихонечко сейчас присоединю к моей дольки по белому гель пластилина очень классно разукрашивается потому что все витражи становятся очень яркими сочными вот это у нас будет такая ложится мы еще сразу красим потом перестанет быть белый на белом аккуратно понимаете да что если где-то у вас кисточка окрашена это белая она тоже может окрасить суши так дальше продолжаем разукрашивать папайю папа и красивый очень оранжевая такая прям источная серединка вот здесь как раз розовый этот он будет прям в тему мы наливаем его чуть чуть больше в серединке да прям такую лужицу устраиваем маленький бассейн и остатками которые остались на кисточке так вот чуть-чуть распределяем пигмент по желтому делаем растяжку можно даже туда красненького капнуть оранжевого тоже будет хорошо сушим так апельсин здравствуйте интересный дизайн да дизайн огонь так разукрашиваем апельсинку мешаем сочной оранжевой и разукрашиваем эти за счет того что мы ребрышки сделали у нас где-то не знаю на камеру сейчас вам видно где-то посветлее получается где-то заливается в ребрышки сразу одновременно и потемнее где-то становится очень даже удачненько сушим и классно что вот на матовом фоне она прям так выделяется и потом в конце т-классом пройдет и она вообще будет просто у нас бомбическое так здесь что делаем здесь берем зелененький это мы брали 368 и аккуратненько разукрашиваем каем очку зелененьким если где-то вы например заехали как я сейчас просто влажной чистой кисточкой сотрите это место тоже разукрасили и суша так в апельсинки предлагаю коричневым витражом немножко оттенить вот тут вот тень добавить ну прямо дайте чуть-чуть чтобы просто выделялось побольше вот прям здесь важно сейчас не переборщить а прямо чуть-чуть пройтись аккуратненько сочненький дизайн да вообще прямо сочняк я согласна да прям вот чуть-чуть коричневый хорошо в принципе заходит то что-то не черный и он такой более естественный цвет и можно вот красненьким например витражом пройтись также вот здесь вот вдоль каем очки тоже потемнее чуть-чуть сделать также можно и коричневым тоже прям обозначить немножко он знаете как акварель ложится витражи они классно ложатся мне очень похоже на акварельку у нас так вот есть видите автоматически такие прожилки получились из-за того что мы делали рельеф на прозрачном акригеля и ведь у нас вырисовывается уже дольки сушим так что делаем здесь берем the class а здесь кстати говоря тоже можно чуть-чуть пройтись коричневым прям тоже вот очень точечно да чтобы оттенить идти прям я легонечко здесь хорошо что кисточка она имеет прямо супер тоненькое окончание офигенная и поэтому она очень классно туда заходит куда лучше присылать отработки галина а какие вы имеете ввиду по фруктам в клубе или вот потому что что я сейчас рисую можно уточнить чуть-чуть чуть-чуть у вас так прорисовали сушим так и берем теклас прямо теклас можно на палитру чку капнуть капу и тоже промываем хорошенько в клинари кисточку потому что пигментом может залипнуть берем и промазан я например то что я сейчас рисую то что я сейчас рисую но здесь я точно не просматриваю девчонки все комментарии мне просто не хватает уже на все поэтому можете кидать в личку если захотите какой-то обратной связи до можете в личку но сейчас сразу могу сказать что вконтакте я бываю прям крайне редко потому что очень сильно занята в проекте вот но по возможности всегда всем отвечаю выше меня знаете уже наверное что я такой человек который если нужна кому-то помощь моя я одеваю сразу плащ спасателя может быть купальник красный спасателем малибу и не знаю и просто лечу на помощь как только могу не за что так прохожу стекла сам видите прям точечно да заодно организую капельки здесь можно прям по выпукле капельки делать вот опять же очень рада что я на матовом фоне это сделала очень груз круто смотрится сочно черный плащ надеваю возможно да я люблю черный цвет и тем более что под покровом ночи я обычно это делаю поэтому черный плащ тоже вполне себе сойдет так она пожалуйста сделать эфир по вашим ногтям наращивание а вы знаете он есть уже я проводила уже такой эфир только он у нас на ими онлайн лежит то вы сейчас она имя фишал находитесь она имя онлайн я проводила прям показывала и схемы даже рисовала как почему я такое ложа ногтевое придумала откуда она взялась как это носится все все рассказывала но я вас услышала я думаю что мы с девочками с менеджерами тоже с командой поговорим и здесь возможно сделаем подобный какой-нибудь эфир тоже тоже все 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 видите промазала текласом чтобы уже у меня все было без остаточной липкости потому что у нас витражи идут с остаточной липкостью так на самом деле можно лепить вообще все что угодно главное найти референс по которому вы лепите и придумать что это будет у вас белая с разукрашиванием или там есть вот такие вот прозрачные моменты как в лимонах как в апельсинах и вы хотите там прозрачности но в любом случае сначала находите картинку вдохновляетесь ей и уже потом начинайте делать и рисовать вообще фантазийные ногти девочки кто например давно на имя фиша вы наверное видели у меня были мастер-классы по фантазийным ногтям и здесь на страничке выставляли вот я их продолжаю делать я их не забросила я их обожаю это моя страсть это меня дровит неимоверно но теперь это стало привилегия клуберов и мы там все эти мастер-классы по фантазийным ногтям выставляем и даем по ним задание также как и по референсам если нет пластилина можно ли заменить акригелем конечно можно конечно можно у вас же смотрите акригель например допустим белый он же сохнет в лампе носится да вы из него можете смоделировать ногти соответственно почему бы из него не смоделировать маленькую фруктинку и теперь я м-пастой прорисовываю прожилки м-паста у нас без остаточной липкости сохнет поэтому мы можем ей рисовать на поверхности да и потом ничем не перекрывать круто да вот им пасту девчонки вообще ничем не замените мне так часто пишут а чем можно заменить им пасту я прям знаете даже со слезами на глазах практически отвечаю ничем ответ к сожалению очень простой и не знаю насколько он радостный для кого-то или печальный но на самом деле это просто вот для меня вообще незаменимый материал я много чего могу заменить но только не им пасту ну потому что им паста защита как крутая круто тенина пастозная она очень пигментированная в ней классно вообще консистенция и самое крутое что можно рисовать вот на поверхности ну то есть уже на сделанных ногтях особенно для новичка это просто кладезь потому что вы можете стереть и и начать заново понимать вот если у вас попытка неудачная вы можете стереть и просто заново начать так и в папайке что у нас папайку вы можете тоже прорисовать ну во первых зернышки мы еще и не прорисуем сейчас и по кончику пройдемся тоненько по кончику прошлись и сейчас еще зернышки нарисую так ну что апельсинка я думаю все готово у нас ничего не буду тут не хочу ничего добавлять она классная сочная блестящая прям так и хочется съесть оставляем вот так вот кстати лимон тоже классно сделать да а грибфрутик тоже но не знаю насколько он будет похож на сколько будет понятно клиент что это грибфрут но такие сочные сочники вообще прям отлично делаются заходят и вот смотрите по барельефу да но не так уж это прямо вот и барельеф на но это можно носить это не за волосы ни за что задевать не будет нормально сидят особенно безымянным пальцем то вообще клиенту это раздражать будет совершенно минимально виноград да тоже виноград так здесь мы берем с вами черную пасту и делаем зернышки если у кого-то есть например черные бульонки то можно черные бульонки туда же добавить или можно например бульонки искупать в импасте будут черные тоже бульонки можно просто наставить красивый точечек но там бас . здесь конечно тоже круто потому что они же такие барельефные становятся киеве конечно очень яркий красивый летний дизайн спасибо большое да можно и киви попробовать так сделать и груши персики клубнички вот можно так оставить можно сейчас засушить еще беленьким чуть-чуть пройтись по зернышкам можно стразики какие-нибудь туда тоже добавлять я такой не самый любитель страз но почему и не добавить тоже у меня под рукой щенки только нет ничего мы там например еще малинку такую я делаю сейчас это я хочу сережки сделать потому что у нас тоже есть эфиры творческие где мы делаем из материалов для маникюра не ногти вот это будет у меня такая сережки будут с малинками короче все что можно лепить объемное все можно тут реализовать главное посмотреть на референс оттолкнуться от него да и подумать как это можно изобразить объемном ну вот прямо чуть-чуть где-то поставить совсем немножечко можно даже не ставить и прямо отсюда конечно просится еще чего-нибудь вот сюда в догонку например стразик и бульонка и вот сюда какой-нибудь стразик до просится сейчас не побегу их искать прямо с вами голову ладно я думаю что вы поняли как оно должно смотреться я наконечные фотографии вам сделаю это скорее всего пойдет эфир еще на youtube и там будет окончательная фотка либо вам в комментариях прикреплю фотку окончательно как будет со стразиками смотреться папайя ну что спасибо вам большое вы такие сегодня ляляшки вообще самая крутая публика здесь покажите ваш дизайн сейчас покажу потому что не знаю на про вконтакте вы самые отзывчивые так классно с вами всегда проводить эфиры я прям обожаю так фокусируемся мистер твистер сейчас беру все вот такие сегодня получились ноготули я думаю вообще прям яркие задорные сочные сразу хочется пойти и какой-нибудь фруктовый салатик или сочненького чего-нибудь да вот мои ногти мои ногти недоделанные они в процессе переработки из одного дизайна в другой это у нас были структура фактура камня я показывала мастер-класс и да вот они такие вот необычные потому что я люблю экспериментировать и как раз мы тоже этим занимаемся девчонками в клубе на самом деле форма родилась очень внезапно меня просто тупо выломался тут кусочек и я подумала а почему бы не срезать все кусочки срезала и получилось мне кажется очень интересно тем более что дизайн который я здесь задумала он ну так такой необычной форме располагает я думаю получится вообще огонь но надо делать вот а вам желаю сочных дней солнечных ярких полных эмоций которые потом останутся с вами на всю жизнь и или по крайней мере до конца года кстати тоже папа и смотрите на не супер объемная она тоже вполне себе носибельная на все это вот вполне носибельно не супер такое какое-то экстремальное и я думаю что если вашу клиентку с такой сочной фруктиной увидит ее подруга наш просто позеленеет от зависти какой мастер умеет такое делать и привет огромная база клиентской которая просто сама по себе прибежит без всякой дополнительной рекламы я всех люблю обнимаю каждой девочки до встречи в новых эфирах пока пока